Всем-всем привет! Сегодня особенный-особенный эфир, потому что он посвящен нашему сыну Менахам Мэндалу. Потому что ровно год назад, в этот день, 12-го Ниссана, родился наш сын Менахам Мэндал, а вместе с ним родились еще двое людей. Это я и мой муж. Мы родились как мама и папа в этот день. С появлением ребенка родились мы как мама и папа. Ровно год назад, 12-го Сивана. Поэтому нашу сегодняшнюю встречу я посвящаю нашему сыну Мнахам Мэндалу. И хочу немножко, чтобы мы окунулись в детство, вспомнили, что это такое. Мы об этом все знаем, мы помним, как важно наше внимание детям. Мы это, конечно же, знаем, но так важно лишний раз напомнить себе, так важно лишний раз еще раз что-то прослушать. И я обещаю, с меня очень интересная история. Но вначале я хочу, чтобы мы вспомнили, какие наши дети. Наверняка, если у каждого из нас спросить, какой твой ребенок, расскажи о нем, то сразу вспоминаются только лучшие качества Баруха Шем. Мы сразу говорим, что он такой сладкий, он такой наивный, он такой любознательный, такой интересный, такой наполненный, такой активный, такой умный. И это все дети. У меня всегда, наверняка у каждого из нас возникал такой вопрос. Возникал такой вопрос. Почему мы рождаемся детьми? Почему Шем не создал нас уже готовыми? Там родилась, например, Хана. Опа, мне 20 лет, я готова к жизни, давайте, что мне делать, где моя работа? Почему так нет? Почему должна была родиться маленькая крошечка и развиваться, развиваться потихоньку, потихоньку, да, и становиться уже как личность, да, уже потом брать свою жизнь в свои руки? Почему так Ашем сделал? Спасибо большое, очень-очень приятно. Все, кто пишет поздравления, Зоя, Сергей, шалом, Белла, спасибо. Яэль, спасибо большое, очень-очень приятно. Амэн, амэн, амэн. Так вот, почему мы рождаемся, Маргалитнир, спасибо большое. Почему мы рождаемся детьми? Мы наверняка все задумывались, да, вот этот вот этап, вот становление личности, это то, что нам нужно в жизни, да, вот эта вот наивность, это жизненная энергия, это любознательность, да, когда человек, когда человек, когда ребенок становится человеком, да, но он делает это сам. Ашем нас поместил в этот мир, чтобы мы сами, да, учились ходить. Например, есть очень-очень отличный пример, почему Ашем Всевышний от нас немножко отдалился. Почему? Потому что это как мама, которая хочет, чтобы ее сын научился ходить. Если мама всегда будет держать сына за руку, да, он будет ходить, да, но он будет бояться, как только она его отпустит, да, а та мама, которая будет говорить, сыночек, давай ты сам попробуй, сыночек, давай, иди, сделай к маме шажочки, иди ко мне, иди, да, то вот это вот его самостоятельное хождение, оно и сделает его опытнее и лучше. И так же сама с нами обращается Всевышний, да, он нам говорит, я с тобой здесь рядом, но я убрал свою ручку для того, чтобы ты сама могла ходить, да, для того, чтобы ты сама могла достигать, для того, чтобы ты сама могла понять, да. Вот так Ашем нас и привел в этот мир, и именно детьми для того, чтобы мы проходили все эти этапы с чистой верой, да, потому что, к сожалению, когда человек растет под влиянием и давлением в некоторых обстоятельствах, мы все-таки черствеем, да, мы, у нас появляется какой-то горький опыт в тех или иных сферах жизни, скажем так, да, мы уже знаем, что здесь может быть обман, здесь может быть подвох, здесь может быть, в общем, какой-то такой опыт неприятный, и это нас немножко отдаляет от детства, да, также у нас появляется ответственность, работа сюда, успеете у меня семья приготовить, это все, это все у нас отнимает вот эту вот легкость, да, хотя этому нужно учиться. Так вот, я хочу, чтобы мы вспомнили, что наши, что мы можем многому-многому учиться у детей, например, любознательности, да, все-все, что их интересует, они всегда спрашивают, они узнают, им это интересно, да, это желание понять вот это, да, простая вера, когда малыш, он, например, я что-то стою, готовлю на кухне, малыш приходит, мама, возьми мне на ручки, да, или бежит за мной, вот эта вот наивность, да, такая простая вера, полное, полное доверие, или же, как я, я помню, я, когда училась в университете, я подрабатывала нянечкой у одной семьи, вот, и часто очень на ночь мне нужно было уложить детей спать, вот, и уложить детей спать и побыть с ними какой-то, какой-то период времени. Я помню, у меня была девочка, ей было 6 лет, Розе, и мы сказали, Шмайс Рейль, мы ложимся спать, и она мне говорит, Хана, а где Бог? Я так, ух, вот это вопрос, а что мне ответить ребенку? Я говорю, ну, но Бог везде, она говорит, а я знаю, что Бог везде, а ты знаешь, что он и тут, и начинает мне рассказывать, а что он за нами наблюдает, то есть малышка, она уже в 6 лет, она уже об этом спрашивает, она уже интересуется, она уже начинает там что-то понимать, да, вот эта вот вера, наивность, и вот эта готовность ребенка, да, спрашивать, не бояться, ведь где-то было, где-то было ученые выяснили, да, как обычно все научные статьи пишутся, ученые доказали, как ученые доказали, что в день ребенок может там задавать до 4 тысяч вопросов, до 4 тысяч вопросов, да, насколько вот эта любознательность, желание понять и их впечатлительность, кстати. Очень много, что мы запоминаем из детства, это потому, что нас это впечатлило, вау, там, птица делает так-то, это делает так-то, да, это то, что нас впечатляет. И очень-очень важно, Ребе говорил, что очень важно духовное здоровье каждого-каждого ребенка. Рассказывается, что один человек, он был болен, и, в общем, он переживал, что его скоро не станет, и он написал Ребе письмо, что у него осталось три сына, и он за них очень переживает. И он говорит, что Ребе, есть кому понаблюдать, но я прошу вас, пожалуйста, «Помогите моим сыновьям, ну, в плане духовном, да, помогите им стать личностью». И сказано, что, да, этого человека не стало, и в Симхат Тора на какой-то фарбрэнгинг, который Ребе обычно давал, то Ребе остановил всех и всё, и он сказал, «А где три вот этих мальчика, которые?» и посадил их поближе к себе, и он уделял им особое такое внимание и придавал им чувство значимости, да, они чувствовали любовь, они чувствовали заботу, и вот это вот чувство, когда ребёнок чувствует, что он в безопасности дома, он в безопасности с мамой, с папой, да, он знает, что его защитят, он знает, что его любят, вот это и даёт ему желание расцветать, скажем так, да, желание достигать. И ещё я хочу закончить наш эфир небольшой историей. Я, по-моему, год назад где-то, может, я её рассказывала, но я расскажу её ещё раз. Однажды, это было во времена войны, во времена притеснений евреев в СССР, в царской, точнее, России, прошу прощения, когда было запрещено евреям изучать Тору, были гонения евреев, и в одном поселении жила вдова, женщина, которая лишилась мужа, с тремя сыновьями. Одному было 12 лет, второму было 9 лет, и третьему было 7 лет. Вот, и они жили, и у них не было евреев в этом городе, у них не было учебных заведений для еврейских детей, да. И эта женщина, она всегда, когда молилась каждый день утром, она могла плакать и говорить, «Всевышний, я не знаю Тору, я не могу дать моим детям Тору, что мне делать? У меня старшему сыну вот-вот будет Бармитсва, а он ещё не учил Тору, он ещё ничего не знает. Как ты? Ты дал мне детей, ты дал мне возможность быть твоим компаньоном, ты дал мне силы воспитывать их, но ты не дал мне возможность научить их Тору. Я прошу тебя, пошли мне возможность, чтобы мой старший сын, которому скоро Бармитсва, чтобы он учил Тору». И она так плакала, молилась, и молилась, и молилась. И эта женщина, она зарабатывала на жизнь тем, что она пекла пирожки, ходила на базар и продавала их людям. И копеечку было, на что кормить детей, на что жить, проживать. И так однажды она сидела, торговала, и она увидела мужчину, который такой с бородой, в кепке. И она так осторожно, осторожно к нему подошла и говорит «шалом». Он такой «шалом». И потом испугался, потому что нельзя было в царской России, чтобы вообще кто-то слышал это слово «шалом», да, что-то другое. И он испугался. А она увидела, что он испугался, но говорит ему «не-не-не, всё нормально, мы свои». «А вы откуда? А вы как?» И так потихоньку она ему говорит «у меня дома только кошерное, вы хотите, может, прийти со мной покушать, пройдите ко мне в дом». Он согласился, и значит, они сидят, ужинают, они сидят, ужинают, и он, значит, говорит «а я сейчас еду в Любавич, в Ешиву к мальчишкам, буду там преподавать». У неё загорелись глаза. Эту возможность мне точно послал Всевышний. Я не должна её упустить. У меня есть сын, и она к нему, послушайте, у меня есть сын, Йоселе, которому почти 13 лет. Бармитсва, я вас умоляю, пожалуйста, возьмите его с собой. Пусть он будет учиться в Ешиве, да. Он такой «ты что, с ума сошла? Ты хочешь погубить и сына, и меня? Потому что ладно, я сейчас езжу, и я рискую. А твой сын тебе не жалко? Сейчас его могут убить, поймать, да». Но она была такая, с верой до конца, «Если тебя послал Всевышний, значит, так нужно». Нелегко женщине своего 13-летнего почти сына отправить с незнакомым мужчинам в Ешиву. Но что поделать, она мечтала, чтобы её сын знал Тору, чтобы её сын выполнял заповеди и улучал этот мир. И она как-то смогла уговорить этого мужчину, собрала паёк своему сыну и говорит ему, «Я так прошу тебя, не забывай, кто твоя мама, не забывай, что ты еврей, не забывай, что ты должен делать в этом мире, не забывай, что ты должен делать, выполнять заповеди». Так она его наставляла, пошла его, конечно же, провожать на перрон, сели они в поезд и уехали. Я даже не представляю боль этой мамы, которая отправила своего единственного сына в Ешиву. Но Баруха Шем Бог ей послал такую возможность, и она её и воспользовалась. И как вы думаете, что делала дальше женщина? У неё остались два сына, которым 9 и 7 лет. И вот прошло время, и сыну, которому было 9 лет, уже вот-вот будет Бармитсва. И она думает, «О, Всевышний, ты удостоил меня, чтобы мой старший сын учился в Ешиве. Неужели среднему сыну ты не сделаешь такого счастья? Неужели ты позволишь ему, этой еврейской душе, затеряться здесь, в поселении, где нет ничего еврейского? Как ты можешь?» А Шем, она плакала, молилась, «Всевышний, пожалуйста, я прошу тебя, пошли нам возможность. Я не знаю Тору, я не могу обучить своих сыновей Торе, пожалуйста. И у него скоро Бармитсва». И, значит, идёт наша женщина на базар, на своё рабочее место, да, продавать булочки. И что она видит? Она видит опять этого мужчину в кепке. И она к нему, «Здравствуйте!» И он так её увидел, напрягся, отвернулся, «Это не я, нет, 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 это не я». Она такая, «Здравствуйте, вы что меня не узнали? Это же я!» Он такой в напряге, «Нет, нет, нет». Она ему говорит, «Вот, как вы? Расскажите, как мой сын? Давайте ко мне на обед пойдём и расскажите мне, как мой сын? Как там мой осыл? И, пожалуйста, расскажите мне, да, вот это вот, обязательно расскажите». И она его уговорила прийти к нему. И, значит, сидят они, и она, «Ну, расскажите, как там мой сын?» Представьте, она где-то три года не видела своего сына, и он ей рассказывает, «Твой сын так преуспевает, он тальмит хахам, он так учится хорошо, он такой пример для всех. У него скоро откроется группа новичков, где он будет их обучать. Ой, такой сын у тебя, вау, хаваля лазман, самый-самый хороший сын. Вот, самый почти лучший в Ешиве, если так можно сказать. Вот, и, значит, она так смотрит и к нему говорит, «А ещё у меня есть средний сын». Он такой, «Не-не-не-не-не, ты знаешь, как мы тогда доехали в ту Ешиву? Ты знаешь, как мне было трудно, ты знаешь, как мне было сложно с ним, как я боялся, не-не-не, я не возьму твоего сына». Она, «Ну, пожалуйста, ну тебя, если послал Всевышний, если я увидела, значит, ты сможешь взять моего сына в эту Ешиву, пожалуйста. Я же не зря молилась, я же не зря просила, пожалуйста». И, в общем, всё, она ему говорит, «Это последнее, что я попрошу, больше ничего не буду просить, только возьми моего сына». Она напоминает, это было во времена царской России, когда просто за то, что ты еврей, тебя изгоняли отовсюду. Вот, и, значит, ей как-то удалось уговорить его, и он взял его сына, она провела и говорит, «Мой, Сила, пожалуйста, не забывай, кто ты, кто твоя мама. Не забывай, что тебе нужно там улучшать этот мир, не зря прожить жизнь, что тебе нужно, нужно стараться, не упуская возможность учиться, поглощать всё, что тебе дают». Она наставляла своего сына и отправила его на поезде вместе с этим человеком в Любавичи для того, чтобы он учился в Ешиве. Я не могу понять боль и готовность мамы. Это, наверное, действительно может быть только во времена царской России, когда нет ни скайпа, чтобы увидеть сына, когда почту неизвестно как доставляли. Но она решилась и отправила своего среднего сына учиться в эту Ешиву. Настолько она была готова посвятить своих сыновей для служения Всевышнему. Честно, я не знаю, если бы я так смогла. И проходит время, у неё, мы помним, остался младшенький сын, которому прошли несколько лет, и ему уже выполняется 13 лет, возраст Бармитсвы. И наша женщина, конечно же, конечно же, начинает молиться Всевышнему и говорить Всевышний, «Ну как ты затерял такую еврейскую душу в этом маленьком городке? Как у него нет возможности учить Тору? Как у него нет возможности учиться в Ешиве? А почему моего старшего и среднего сына ты удостоил учиться в Ешиве? А младший что? Чем он хуже? И так она молилась и плакала. «Я не знаю Тору, я не могу обучить своего сына». И значит, проходит время, она идёт на базар, торгует, и она видит этого мужчину. Он уже, когда её только-только увидит, убегает, она бежит за ним. «Я же вам пообещала, вы помните? Я не буду вас ни о чём просить. Вы же помните, это была последняя просьба». Он говорит, «Да, окей, я помню». «Идём, где я вас накормлю. Я сказала вам, не буду просить, я не буду просить». «Хорошо». И значит, он пришёл к ней, они начинают кушать. Она, «Расскажите про моих сыновей, пожалуйста». В общем, старший сын уже, самый старший сын, ему уже почти 20, он уже выходит на шидухи. Он уже такой молодец. Она сидит чуть ли не со слезах. «А я увижу его невесту!» «Ах, как это!» И плачет. А средний сын тоже такой тальмитхахам. И вообще, как хорошо, что они всё-таки там учатся, да? И она, можно понять чувства мамы, такие гордости, да? И она, значит, ему говорит, «Послушайте, поскольку мой сын там скоро женится, я не знаю, когда я их увижу, скажите, пожалуйста, я могу передать там маленькую посылочку для моих сыновей, а вы им передадите?» «Это последнее. Я знаю, что я обещала ничего не просить, ну, пожалуйста». И она уговорила его взять какую-то маленькую посылочку. И говорит, мы вас даже на вокзал проведём. И, значит, идут они на вокзал, она ему даёт эту посылочку, открыт поезд, поезд уже начинает ехать. Она берёт своего младшего сына за шкирку, закидывает в этот вагон и кричит, «Яшенька, я приеду, я обещаю, что я приеду». Поезд начинает уезжать. Сын кричит, «Мама, мама, зачем ты меня? Зачем ты меня отдала? Нет!» Хочет выпрыгнуть. У мамы истерика, «Нет, это для твоего же блага, ты должен учиться». И своего младшего сына она отправляет на Любавич. И вот таким образом, как бы обманом, грубо говоря, она его закинула в поезд, и он уехал. Она ему говорит, «Я обещаю тебе, я приеду, я насобираю денег, и я приеду». И осталась мама. Я не знаю её чувства, когда она вернулась в свой пустой дом, когда она пришла домой, и у неё уже все её сыновья не в этом городе, не в этом доме. Представляю её чувства. И у неё вот появилась вот эта цель. «Я должна заработать, я должна поехать к своим сыновьям». Вот, «Я должна, я должна». И она каждый день, она старалась выпекать, ходить, предлагать тут, там, там. Она реально преуспела. И буквально за год она смогла насобирать деньги на билет, чуть меньше, может быть. Она смогла насобирать деньги на билет. Она только знала, что это где-то в Любавичах, да? Она такая довольная, там купила какие-то угощения для своих сыновей, подарочки, деньги на билет, чтобы им там что-то подарить, да? Вот. И она, значит, села на поезд поехать в Любавич. Она едет, приезжает в город Любавич, выходит на станции и начинает плакать. Потому что она не знает, где находится эта ешива. И никто ей не скажет, потому что это всё подпольно. А вдруг она какая-то шпионка, да? Она стоит, и ей так больно, что она вот так, вот так просто уже всё не узнает, где её дети. И она стоит и начинает плакать. И тут она слышит «Мама! Мама!» Как кричит кто-то. Она поворачивается, а это её сын Яша, которого она последнего отправила. Она говорит «Яша, что ты здесь делаешь?» Она в шоке, да? Как её сын встречает её на вокзале? Она бежит к нему, она его обнимает. «Как? Как?» И он говорит ей «Ты обещала, что ты придёшь». А поезд ходит там раз в два дня сюда, в этот город. И я каждые два дня в это время приходил сюда на вокзал для того, чтобы встретить тебя, мама. Потому что ты обещала, что ты приедешь. И я боялся пропустить эту встречу. И почти на протяжении одного года сын ходил на этот вокзал и ждал там маму. Вообще эту историю рассказал Яков, я постараюсь вспомнить его фамилию, Равин в Нью-Йорке. Он её рассказал на Суккот, во время Суккота под Шалашом. И он сказал «Как тогда я ждал свою маму на перроне, так каждый день вечером я жду Машеха». Не только вечером, каждый день я жду Машеха, потому что он сказал, что он придёт, да? И это такая история, на самом деле. И, да, она показывает, что мама здесь убрала свой эгоизм, да? Она позволила детям использовать их потенциал, быть собой, да? Я не знаю, я бы так не смогла, наверное. Я не знаю свои силы и не дай Бог испытывать никого из нас. Но вот эта вот готовность, да, вот эта одержимость, может быть, это было, кстати, то время, да, когда у них ничего не было, когда было вот эти вот притеснения, когда она осталась из-за этого без мужа, да? И поэтому она решилась на такой шаг, да? Но вот послушайте слова этого мальчика, который позже стал раввином Нью-Йорка. Он говорит «Как я тогда ждал маму на перроне, так я каждый день жду Машеха». Вы видите, какие ценности всё-таки ему привиты. И дай Бог, что у нас будет получаться воспитывать наших детей, что у нас будут силы это делать с миром, со спокойствием, да, насыщать их, дать им полное надёжное детство для того, чтобы у них было духовное здоровье, для того, чтобы они чувствовали себя в надёжности и не боялись ничего в этом мире. Вот, и только украшали этот мир своими поступками, своим поведением, да, вот, а мы, конечно же, пусть будем получать нахыс от наших детей, пусть у всех, пусть всех-всех-всех Всевышний благословляет потомством многочисленным, как, знаете, ещё иногда благословляет. Пусть у вас в доме будет балаган, так благословляют на детей. Пусть у всех в доме будет балаган. Безрат Ашем. Вот, спасибо, спасибо большое всем за наш сегодняшний эфир. Спасибо большое и хорошего-хорошего вам вечера. Спасибо большое. Всем пока.